итак очередной выпуск на спорте и у нас сегодня очередные истории и тренер ротарей сергей фатеев сереж привет здравствуйте у нас есть такая рубрика где я задаю вопросы если человек отвечает правильно то мы идем к второму третьему четвертому вопросу пятому если нет он рассказывать эту историю как мне кажется у тебя много историй не знаю первый вопрос transfer market для тебя вообще сайт на который ты заходишь специально не отслеживаю то есть да есть информация многие на ней ссылаются но мне кажется это настолько субъективная оценка то есть ненамного она так приближает реалии поэтому для меня это transfer market не показатель не оценка футболиста хорошо но несмотря на это твоя страничка там есть заходил даже так есть конечно давно не заходил и первый вопрос для сергей фатеева когда официально по мнению transfer market ты закончил профессиональную карьеру будет 4 даты все это 2017 год но просто удивительные там числа и так 1 января 2 января 3 января или 4 января 2017 года по мнению этого сайта ты закончил карьеру с 31 так сказать отдохнул и пошел туда как-то интересно достаточно учитывая что я закончил карьеру в 2010 году но вот долго на transfer market я сел видимо все-таки пытались меня продать да так 1 2 3 4 может быть отдохнул немножко и я думаю все таки первого навряд ли там кто-то в transfer market и вышел да я больше склоняюсь другим вариантом ну давай наверное все таки будет пускай 3 3 принимаем твой вариант но на самом деле кто-то проснулся я беру шла на 2017 года и поставил что-то сумасшедшие люди это был если не ошибаюсь 2004 год вот приехали мы играть в воронеж прекрасная команда стадион замечательный футбольный город всегда болельщиков много на тот момент воронеж это первая игра была второго круга воронеж выходил в первую лигу у них было 15 матч 15 побед 16 команд мы 14 15 там совсем что-то год не такой неудачный был шли низко вот воронеж выходил без шансов в то время за него играли такие галкипер бывший цска новосадов виталий анатолий сафронов наш знаменитый футболист да то есть но подбор игроков был просто сумасшедший ну как на нас рассчитывал город можно понять только тем что мы одним днем туда поехали дали понять съездите до спокойно у кузюкаетесь и назад приедете вот так что приехали нормально разминаемся в раздевалке с романом владимировичем живленко рядом я говорю ром ну что споем мы приехали что победить и он говорит да нет давай споем мы к вам заехали на час выходим стадион атмосфера там всегда вот эти вывел-вывел факелов все трибуны кричат ну супер просто супер на второй минуте нам забивает гол ну уже мысли какие ну мешок наверное получим до штучек 10 и поедем домой спокойно но потом каким-то образом опять же и факел команда опытная не в полную силу может быть до поняли что можно нас так полно 10 сначала взять но до 90 минутам и дотянули было много моментов у них то я уворачивался как мог попадать скажем так в основном меня попадали либо били мимо и 90 минуты счет по-прежнему 10 они ведут и тот он мы бьем там с 30 метров и 1 угловой тренер у нас ткачук вячеслав андреевич который верил почему-то в меня не знаю насколько я оправдывал его надежды он мне кричит давай все 30 градусов жара там стадион все все крики и уже видимо болельщикам тоже команда их надоело выигрывать постоянно и крики забей и вот я бегу девяносто там третья минута жара добегаю туда и все в голове ну все сейчас точно забью но это же ну вот все мой день сегодня поперла прям и у нас пускай там серега акимов не знаю помнит эту историю нет наш хороший парень футболист на тот момент ему там 16-17 лет ставит мяч на угловой все трибуны заднем мы разбегаемся и у сережки мяч срезается летит в центр поле и я по этой жаре назад с криками естественно как ну цензурных слов не было в него адрес естественно никаких трибуны смех все все смеются все здорово конечно для них ну вот как то вот этот эпизод в памяти отложился ну честно серегу не тронул потом нет нормально все поговорил поговорили все нормально принципе я говорю победа перед ну и даже ничем в этой игре не заслужили но как-то так как один из эпизодов и теперь я на этом фоне своим вратарям всегда говорю чтобы не бежать на 90 минуте туда не надо пропускать 0 0 и спокойно стойте никуда не бегать в твоей карьере забирал крайне нет нет и поэтому я как раз вот и почему противник вот этих моментов ну мы же это не отрабатываем да то есть прибежать просто так там потолкаться то есть сколько раз я туда прибегал на последних минутах при таком счете счет ни разу не поменялся то есть не слава богу не нам не забили ну я и ничего хорошего с этого не выйдет даже какого бы не было я роста большого но конкурировать защитниками которые всю жизнь играют головой и борется да я выпрыгиваю руками то есть у меня нет навыка игры головой я могу передачу отдать там на короткое расстояние пожонглировать но именно в борьбе и сыграть головой правильно ну нет это если только звезды как-то ну да иногда иногда мы видим да 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 и кого-то сута за других вратарей что у кого-то наконец-то получается но меня это не коснулось никак первый сезон футбольного клуба калуга 2010 год тебе 28 лет это не трансфер маркет говорит а просто я посчитал ты в основном составе не выходишь на первый матч играть против подольского витязя не знаю запомнилась тебе это игра или нет но это была первая официальная игра для клуба калуга с каким счетом завершился тот матч а вот это я помню здесь не получится 20 проиграли мы сейчас не скажу кто забивал но тоже в памяти отложилась ну во первых первая официальная игра футбольного клуба калуга прекрасно помню осталось памятью некоторые сезоны прям вылетали здесь почему-то в памяти осталось коллектив был хороший такой я помню прекрасно и там с максим глиновым как конкурировали ну который не дал мне шансов в том сезоне то есть все заслуженно потом он признался там один из трех лучших вратарей по году в нашей зоне как бы и тяжелый первый матч и вот почему вот он в памяти отложился что проиграли и такая очень нетная напряженная игра была наверно наверно тоже по делу то есть до свои ошибки допустили но как бы еще тогда команда только притиралась только начинали мы все футболисты практически новые команда там ну создавалась с нуля а ты ехал вообще под второго номера то есть у вас какое-то общение с максом было нет у меня кстати в школе 7 тоже учился я как-то сидел на уроке английского такого а там таблички знаменитые школьники максим глинов там всегда за молодежную сборную матч ну и потом когда же узнаешь чуть ближе ты когда прижал и 28 лет в принципе еще возраст вот так раньше на выходе часто подольше но потому что такое вроде не самый зрелый возраст еще хочется поиграть но как тебе говорили будешь старым или конкуренциях то выгонит конкуренция все было по-честному то есть не было был всегда и сейчас мы также рассматриваем спортивный принцип то есть кто сильнее то ты будешь то это должен играть и на тот год я если не ошибаюсь там в том году сыграл всего три матча ну плюс промучился со спиной проблемы я и закончил после того сезона вот промучился и потом понял что уже ну все уже тяжело и на тот момент то есть если на сборах я еще как-то мог конкурировать с максимом то потом он мне шансов не дал абсолютно то есть вполне заслуженно и еще раз я считаю максима блинова много блин про него говорю конечно но считаю на самом деле лучшим калужским иратарем из тех кого я видел вот живую из тех с кем играл либо кого тренировал и то есть у макс свой талант процентов на 30 если это максимум что вы использовал тут опять быть немножко про блинова но совсем чуть-чуть в основном про тебя но у нас программ не дали новая твой первый выход в 2010 году случился в двадцать восьмом туре против команды saturn 2 отыграл ты 45 минут после первого тайма тебя заменили знаешь чем это связано но вопрос не сколько ты пропустил два мяча то пропустил не на помощь и нет вопрос такой сколько минут прошло от первого забитого мяча до второго все они были в первом тайме но есть четыре варианта как всегда могу тебе сказать 22 минуты 24 минуты 32 минуты или 34 ну давай там к этому вопросу вернемся но первый мой выход был с некой в песни когда это это игра это чемпионат то есть там было две игры кубка чемпионат чемпионат выиграли 10 а сатурном это было 28 туда за два тура до окончания ту-ту-тфу два мяча так 22 24 до 32-34 с какой разницей вот мне кажется 3432 на она падает мне кажется все таки ближе какой-то раз вот это было стояло ну ну я помню что она достаточно было да то есть не 10-15 минут но и не настолько растягивался ну давай будет 24 минуты вариант б 24 минуты но правильный в 32 минуты на 11 запустила на 43 уже под но под под концовку я помню да ну казалось 1 1 наверное похоже память уже сколько лет прошло а это бочком подвой помню помню матч и я после него и закончил то есть уже понял ну как то так вот все наслоилось тяжелый достаточно сезон когда не играешь опять же до возвращался я не на скамейке сидеть логично да но наверное не нашел уже для себя мотивации я понял что надо либо работать в полную вернувшись в родной город заставить себя не смог и но обманывать футбол это был уже год попозже наверное 2007 где-то где-то ближе туда играл я в зоне запад за команда такая тоже прекрасная спартак щелково великолепный стадион там потрясающе проходили матчи и как женской получается молодежные молодежных женский чемпионат мира на на том поле то есть ну вообще да очень здорово и и спартак московский к нам приезжал на товарищеский матч и туда играть то есть тоже атмосфера абсолютно футбольный город все классно там если помните потом мачты вы снимали там 300 спартанцев вот эти вот стихнул то есть но всегда там руководство всегда городу относилась очень хорошо небольшой подмосковный городок такой но футболу замечательно и всегда отношения до сих пор у меня в памяти остался я там три с половиной четыре почти года отыграл и до сих пор и созваниваюсь как бы и когда видимся кто-то уже там судьей стало из ребят всегда приятному воспоминания очень теплые но вот один из моментов опять же там случился у нас на выезде мы играли западная зона это весь питер охватывал там обязательно две-три команды питерские то есть там были и плюс там псков череповец волок да все 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 и команда такая была вот не вспомню как название команд но из вышнего волочка вот достаточно тоже городок небольшой люди любили футбол ну еще опять же там начало там 2000 там шестой седьмой год когда интернет не так было разве до смотреть особо нечего естественно народ шел на трибуна куда на стадион и вот четыре года мы играли там постоянно достаточно тяжело было играть то есть так вот всегда упорная борьба так от ножа и в один из эпизодов мы играем 00 у нас удаление во втором тайме и не было у нас главного тренера он отсутствовал по по состоянию здоровья был второй тренер тоже отличный и тренер и человек но вот в какой-то момент его бывало немножко накрывало и вот один из эпизодов получился то есть у нас там удаление на 75 минуты минуте и нас начинают ну грубо говоря полоскать то есть все мы не понимаем что один казалось бы игрок всего до отсутствует но прям все структура разрушилась у моменты возле наших ворот и я понимаю что нам бы достоять как-то на 0-0 и у нас был калужский защитник владислав аверичев мы да вместе играли я думаю ты знаешь его тоже да и уже он тоже еле дышит в какой-то момент остается пять минут до конца и он поворачивается к скамейке к нашей саныч тренеру мы играем неправильно выскакивает тренер к бровке я думаю ну все сейчас пойдут тактические перестановки естественно далее он так выходит бровки так играйте правильно все все на этом мазакой 0-0 дотерпели но мы все пять минут мы смеялись просто потому что ну да установку дал тактическую по всем все грамота 1-0 закончили знать все правильно сделал и даже как-то не это не придраться куда ну посоветовал же как надо все значит если 0-0 сыграли значит вы играли правильно все хорошо алексей чернов близкий для тебя человек за которым следишь переживаешь можешь сказать на твоих глазах его небольшой рост на все-таки верим что до чего-то еще большего дорастет растет верим верим что дорастет возвращаемся к трансфер маркету максимальная стоимость галки пера по мнению этого сайта четыре варианта могу сказать что пик был 29 июля 2020 года вот так что тут не в рублях тут в тысячах евро 200 250 300 350 тысяч евро вот в таком диапазоне 2020 году чернов оценивался знал бы я трансфер маркет полистал бы конечно же на три вопроса ответил бы вместе до 300 350 совершенно я так понимаю все таки это как раз получилось наверно пиковая у него был 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 период когда он за уфу отыграл несколько матчей в премьер-лиге тоже как раз там у него удачный матч и были стул и по-моему когда он статуэт у лучшего получил игрока матча я думаю скорее всего трансфер маркета это тоже да как то отслеживается оценкой но насколько я знаю трансфер маркет там любят все-таки не всегда круглые цифры а чтобы было 50 вот как-то мне кажется б 250 либо 350 да ну как-то мне кажется легка на 30 50 не наиграл чуть-чуть ну ты знаешь у него как он же первые два матчика провел и в двух матчах пропустил по три мяча ну причем как бы он то ли не не настолько его вина но после этого его звали в команде лёха трех поэтому тоже видишь как у нас поэтому нас когда паша ковалев от брянска 7 пропустил я бы мы у тебя не рифмуется и нормально самое главное так но я вот догадкой 250 350 давай наверно все-таки или поверить в лёху давай 250 250 ну стоило бы поверить в их все чернова но не на 300 все эти полтинник они себе будут риска молодцы какие действительно человека из маленького городка да да дайска козельская парень из козельская грачу баскетбол то футбол во все во все игры абсолютно то человек абсолютно игровой. Какой мяч ему не дай, он в эту игру сыграет. И самое интересное, что у него все травмы были только в баскетболе. – А как вообще ему давали играть в баскетбол? Он же потихонечку подходил к профессиональному уровню. – К профессиональному уровню, но ему никто и не давал играть. Он по-тихому поехал, попросили поиграть за пединститут, и он как раз сломался у нас перед последним туром. Был отказ, и то мы его сейчас очерним, фамилию подготовим. – Нет, просто хочется Лёше пожелать еще удачи, чтобы он нашел именно команду, где он будет играть. Потому что уже возраст, 26 лет, для вратаря понятно, что юный совсем, но хотелось бы, конечно, чтобы вот эту планку видно, насколько человек прибавил, и когда к нам он приезжал два года назад. Но хочется, чтобы он вышел на свой уровень и стабильно, чтобы стабильно отыграл какую-то часть, и потом главное встать на рельсы. – Как ты оценишь, как тренер вратарей, сколько надо матчей сыграть? Допустим, на ноль, да? Вот пять матчей хватит, чтобы его кто-то заметил еще выше? Или это надо сезон отработать, или это момент, дело случая? – Вот здесь, Антон, как пойдет? У нас прекрасный пример того же Лунёва, который пять-шесть матчей отыграл, здорово, и тут же забрали его, но потом он своим уровнем доказывает, что он готов играть на определенном, да? То есть ниже определенной планки он не опускается. И есть другие варианты, где человек сверкнул сезон один и потом пропал насовсем. Вот у вратарей очень большой дисбаланс в этом плане бывает. То есть, посмотрите, сколько у нас раздают там весов, да, под Акинфеевым. Играет один человек стабильно, 20 уже, 48 лет. Вот, поэтому, и сколько я уже слышал, что Акинфеев уже не тот, сколько играет, наверное, столько он и не тот, говорят, да? А человек на стабильно высоком уровне проводит, и вот как раз залезьте на любую платформу, и там у него процент отбитых мячей, да? Ну, кроме того, что мы, понятно, игра ногами, там игра на выходах, страховка спины защитников. Но вратарь, что должен первым делом делать? Ловить. Ловить и отбивать мячи, да? То есть, потом мы сейчас углубляемся немножко. Вратарь должен играть ногами. Ну, а кто будет свою прямую обязанность выполнять? У Акинфеева всегда этот показатель 80%. Это для футбола это очень много. То есть, я скажу так, вот сейчас средний показатель у нас по нашему, вот где мы группа Серебро была, вратарей 75%. То есть, чуть-чуть выше, кто команды ниже, там 68-67. То есть, это достаточно. Это не хоккей, где по 95, да? То есть, там немножко другие ворота, размеры, площадки и так далее. Вот. Ну, а для Леши еще раз показатель для всех ребят из провинции, что, минуя Академии, да, то есть, не где-то в Академии, да, из Академии попал, а именно из городка, приехав уже в возрасте в команду в 15 лет, там 15-16 лет, и человек попал в премьер-лигу, и, ну, понятно, что там, можно сказать, играл, ну, засветился, да, там сыграл свои шесть матчей, но, опять же, заметили, до сих пор там ФНЛ в команде, теперь уже в Уфа вышла, как бы поздравляли друг друга с выходом, он нас в золото, мы его ФНЛ. Вот. И то, что, как относиться, вот как он относился к делу, сейчас не буду сейчас говорить, это пусть его тренер-ратарей рассказывает, но именно в свое время, когда человек пахал и, будучи уже в профессиональной команде, он приходил ко мне на тренировки в детскую школу, то есть, утром он тренировался с профессиональной командой, вечером вот с такими там детишками шел дальше работал. Давай плюсы, вот которые, за что ты ценишь его? Понятно, как человек, воспитание, да, за это большое спасибо родителям, там, особенно маме, насколько я знаю, ну и видно, да, по нему то, что добродушный, скромный, добродушный, это воспитание, это родительское, то есть, он ни капли не зазвездился, ни в коем случае там не позволял себе вот это вот чрезмерно, да, пафосные там высказывания, что все, он куда-то попал. Нет, вот как он был из хозяйска приехал, как у меня жена первый раз его увидела, он во дворе у нас сидел, меня ждал на лавочке, вот так вот, ушастенький сидит, вот такой вот, да, худенький, ушастенький, вот он такой же и остался в плане, вот именно отношения, в плане человечности, ну, конечно, это большой плюс. Минус хотя бы один. Ну, хотелось бы в себе это, конечно, оставить, но слишком много он бывает в тренировочном процессе болтает. Иногда надо, как солдат, выполнять то, что говорит тренер, а потом это все обсуждать. У нас несколько было таких вот эпизодов, моментов, я говорю, если ты начнешь вот это сначала рассказывать, как ты видишь ситуацию, то есть мы как делаем, работаем, потом садимся и анализируем, да, смотрим видео, сейчас все в доступности, все, потом эти моменты мы разберем. Ты скажешь, как ты видел ситуацию, я тебе расскажу, как было на самом деле. Вот, поэтому вот в этом плане хотелось бы, да, конечно, от Лехи чуть, но, опять же, мы не виделись с ним уже, я имею ввиду, на поле, на тренировочном футбольном два года, последний раз, когда он в августе уехал в Уфу. Пятый вопрос связан со Львом Яшиным, да, единственный человек, который выбрал у нас золотой мяч, это был 1963 год. Вопрос. На втором месте тогда расположился игрок миланского Интера Джани Ривера, вот такой игрок был. Сколько очков разницы между первым и вторым местом? Не знаю, конечно же, может быть, когда-нибудь где-то попадался на эту информацию. Я хорошо подготовился, Антон, копал глубоко. Очень, очень глубоко. Очень хотел истории послушать, да. Я столько не готовил. Итак, сколько очков разница между первым и вторым местом? 14, 15, 16 или 17? Я просто сейчас, когда смотришь на золотой мяч, там за сотни, там где-то 200 человек, которые определяют, тогда было меньше. Вот. Ну, в общем, 14, 15, 16 или 17 очков, я так понимаю, проще гадать, да? Ну, история у меня в запасе есть, поэтому я честно не знаю, да, и более того, даже не знаю расположение, ну, на тот год. Я понимал, что Яшин главный, все смотрели, наверное, фильм, да, Яшин «Воротарь» моей мечты. Ну, и кроме этого, естественно, литература была вся вратарская. Ну, конечно, Лев Иванович, легенда, там даже говорить нечего, то, что все это заслужено. И, опять же, даже его карьера показывает, когда человек великий, и когда даже великого у нас, что делали? Гнобили, да? То есть, пропустил где-то, посчитали тебя виноватым. То есть, абсолютно неблагодарная вратарская профессия, абсолютно. Нападающий может 90 минут стоять, потом в него попадут в ворота, отлетит, все говорят, вот, нападающий, гол забил. Вратарь может 90 минут тащить, одна какая-то ошибка, чуть-чуть потери концентрации. Кто вратарь? Дырка. Да, это все вратари проходили абсолютно, и вот на примере Льва Ивановича. Ну, пускай будет большой отрыв у Льва Ивановича 17. 73 очка набрал Лев Яшин против 56 и 17 очков. Верим. Великолепно. Но, несмотря на это, можем у тебя еще одну историю заключить? Есть. У меня уже история тренерская. Получалась какая ситуация? Я приходил в спортивную школу Калуги, когда там Роман Владимирович Жуленко был директором. И вот ситуация как раз, когда Романа Владимировича забирали замминистра спорта, и в школу должен был войти новый директор. Скрывалась до последнего. Также как раз в это время министром спорта был наш замечательный Логинов Алексей Юрьевич. Да, все прекрасно мы его и любим. До сих пор потрясающий человек. Все гадали, все ходили. Ну, и как-то к общему мнению прийти не могли. Ну, кто будет? Ну, не знаем, кто будет. И в это время у нас тренировочный процесс. Дмитрий Саныч Головачев, Николай Сергеевич Сидоров, на тот момент он тренер школы был, проводит тренировку. Я занимаюсь с вратарями. То есть, потом вратари идут в общую группу. Николай Сергеевич со свистком на поле. Мы с Дмитрий Санычем рядом. И в какой-то момент Николай Сергеевич поворачивается. Я понимаю, жвачка во рту, имбис, ну, мешает свистеть. И чтобы на поле не выкидывать, он вот так поворачивается и протягивает. Сереж, выкинь, пожалуйста. Ну, я так со смехом немножко, да, шутка. Я говорю, Николай Сергеевич, ну, вы совсем, что ли? Вот будете директором, я за вас дожевывать буду. Через день его директора назначают. Мы встречаемся в коридоре. Он говорит, ну что, дожевывать будешь? Смеялись долго. Алексей Юрьевич тоже эту шутку услышал. Тоже так немножко улыбался, когда меня видел. Он уже тогда знал, они-то знали. Это понятно, что они знали. Они это все держали в уме. Даже Дмитрий Саныч, там немножко уже. Короче, из-за этой компании один я не знал. Ну, и от меня, наверное, пожелание для клуба Калуга. Ну, как минимум, да, как я услышал задача остаться в золоте. Хочется, чтобы минимум эту задачу выполнили. У нас потихонечку футбол развивался. Ну, и трибун бы тоже хотелось. Да, Антон, спасибо. И вам спасибо тебе за вопросы. Потрясающе. Видно, готовился. Ребятам, естественно, да, да всем вратарям. Всем вратарям побольше сухих матчей, поменьше травм. И тоже нашим болельщикам, чтобы поддерживали нас золотая группа. Тяжелейшие будут матчи абсолютно, абсолютно все. Легких проходных не будет. И хотелось бы, чтобы и в горе, и в радости, а мы уже от себя все завищееся будем делать. Вот сейчас пойдем тренировать вратарей, которые не участвуют в сегодняшнем матче. Хорошо, спасибо. Спасибо.